Переполненные крематории в Китае из-за высокой ковид-смертности, транспортный коллапс Великобритании и трагическая смерть ребенка из Вьетнама, оказавшегося в бетонной ловушке. Об этих и других событиях в мире в обзоре Одины Смогуловой. Сбор металла обернулся для 10-летнего мальчика трагедией. Юный вьетнамец отправился на стройку с соседями и вмиг оказался в бетонной ловушке, глубиной 35 метров и диаметром всего в 25 сантиметров. Этого оказалось мало, чтобы ребенок мог дышать. К тому же при падении он получил много серьезных травм. Вытащить мальчика из сваи спасателям не удалось. Жертвами непредвиденной ситуации стали и тысячи жителей Китая. В стране еще с декабря резкий рост смертности от ковида. Крематории переполнены, в день поступает по 500 тел. Их сжигают круглосуточно, но даже этого недостаточно, чтобы перейти к обычному режиму работы. Ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать лишь на середину января. Как раз к этому времени число смертей может возрасти до 25 тысяч за месяц. Работники похоронной отрасли назвали это явление параличом системы. В глобальном ступоре и транспортная сфера в Великобритании. Уже не первый месяц в стране бастуют железнодорожники, водители автобусов и инспекторы дорожного движения. На линии выходит только один поезд из пяти. Весь январь британцам будет сложно передвигаться, по всей видимости, из-за усиления забастовок. По данным местных СМИ к транспортному коллапсу присоединится и акция протеста учителей, бригад скорой помощи и машинистов метро. Их главная цель – повышение зарплат. Только это, по мнению бастующих, поможет компенсировать и так быстро растущую инфляцию. Одина Смогулова, телеканал Алматы.